В продолжении темы. Отток иностранных партнеров, начиная с начала 2022 года, не прекращается. Десятки зарубежных компаний покинули Россию, надеясь ввести страну в состояние кризиса. Пока безуспешно. Как доказательство, производство отечественного универсального токарного станка, состоящего полностью из российских комплектующих. Маргарита Матюшинская ознакомит с удивительной разработкой. Транспортер из Пензы, кабина из Самарской области. Вся начинка Ульяновская. Это общий продукт российских производителей. Отечественный токарный обрабатывающий центр с числовым программным управлением «Кобальт-Т2» разработан региональным филиалом российской компании. Функциональность и универсальность – отличительная черта машины, позволяющая эффективно работать в сфере автомобилестроения, в авиационной, медицинской промышленности и приборостроении. С его помощью наши предприятия смогут увеличивать производительность и освоить производство новых деталей, так необходимых ключевым отраслям региональной экономики. В связи с тем, что часть иностранных производителей ушла с российского рынка, сейчас азиатские производители мощно пришли на рынок, но со своими проблемами, со своими проблемами без решений, в данном станке мы предлагаем как раз решение тех проблем, которые сейчас существуют. Появление станка, возможно, ознаменует расцвет новой эпохи уленовского станкостроения, ведь уже сейчас на уровне презентации машины заинтересованность партнеров в ее приобретении растет. Наши преимущества в том, что, во-первых, это проверенная надежная конструкция станка, а также с применением нового элемента, направляющего скольжение для более силовой и более жесткой обработки. И также, так как мы расположены и производим эти машины здесь, в России, можем более открыто работать с заказчиками. В серийные производства станок запустят в 2024 году в количестве 40 штук. За ним следом в 2025 на рынок выйдут еще несколько машин. Модельная линейка пополнится фрезерными станками различной модификацией, чтобы любая современная операция была доступна заказчикам. По деталям строится новое будущее российской промышленности. Маргарита Матюшинская, Денис Миронов, Вести, Ульяновск.